Вот мы подняли кайт Сам купол устроен таким образом, что задние стропы подходят к задней шкатурине Если мы натягиваем одну из задних строп, строп управления То есть центральная стропа его держит ровно над нами А задними стропами мы управляем кайт Если мы натянем какую-либо из задних строп То геометрия купола соответственно меняется Поток начинает обходить неравномерно И само крыло летит вправо или влево Вывод такой, что добирая правую или левую руку к себе Изменяя геометрию купола Мы можем управлять кайтом Сейчас я это продемонстрирую Вот мы добираем правую руку Кайт пошел вправо Левую, влево Это и есть тот механизм управления За счет чего мы справляемся с кайтом Право, влево Это достаточно просто Мы никуда не торопимся Движения все должны быть очень плавные Навык приходит достаточно быстро Главное не торопиться И основная ошибка начинающих Очень интенсивная работа руками То есть ученики, которые берут первый раз в руки кайта Они пытаются почувствовать максимально быстро Что сейчас я им овладею На самом деле Обучение должно протекать очень плавным Осмысленным образом И мы должны работать на опережение То есть не должно быть вот таких рывков Это очень опасно Разные купола устроены по-разному Соответственно скорость их передвижения Скорость их реакции на ваше движение Также разная Поэтому есть очень простая подсказка Вы должны при управлении кайта Почувствовать и предугадать движение Куда он полетит То есть если у нас стропы короткие Как в данном случае Кайт маленький То он летает максимально быстро Потому что реакция от нашей команды руки До купола Она практически мгновенная Чем больше кайт Чем стропы длиннее Тем соответственно Он более медленный Давай Вот у нас кайт Плавно-плавно мы его Плавно левую руку забираем к себе И выводим на 12 часов Точно так же В это же положение В край ветрового окна Мы Его кладем Ни с каких других точек Не должно происходить взлет То есть старт кайта И его посадка Вот ассистент ловит кайт Ему очень просто Кайт встал полумесяцем Поток ветра его Обтекает Никаких нагрузок нет Поднимаем Ассистент у нас переходит На 9 часов И сейчас будет принимать кайт С другой стороны Кайт на 12 часов Он стоит ровно И вот сейчас мы левой рукой Плавно-плавно подруливаем При посадке кайта Мы не должны никогда торопиться Потому что посадка Это одно из ответственных звеньев Сейчас мы еще раз поднимем кайт Вот ассистент отпускает Кайт без всякого сопротивления Правой рукой мы его Управляем им Чтобы он пошел у нас в правую сторону То есть наверх Чуть-чуть подтягиваем И вот кайт вышел в зенит На 12 часов Теперь тоже самое Можем сделать сюда Он уперся в край Трава от нас в 3 И левой рукой Поддерживаем его Он у нас плавно Переходит через 12 Опять Идет 9 часов В руки ассистента Плавно-плавно Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова